Субтитры делал DimaTorzok Коробук и сами изучите, красненько пройдусь по всему, что здесь есть Во-первых, длительность обучения у нас идет один месяц активных занятий Два месяца вы занимаетесь с поддержкой преподавателя И сам видеоматериал у нас длительностью 7 часов Собственно, в эти 7 часов у нас входит только вся необходимая информация Собственно, мы сторонники вообще того, что в курсе, в обучающем Не нужно сувать какие-то информационные данные Наподобие того, когда появилась каллиграфия Сколько ей лет, что произошло с ней Кто придумал эти буквы И вообще, кто придумал так их писать Никак иначе и так далее Если человеку это интересно, в принципе, может заглянуть и в интернет И мы живем в современное время И можем все в два клика быстро засервить сети Второе, закрытые трансляции Мы будем встречаться раз в неделю Обсуждать наши успехи Отвечать на интересующие вопросы Разбирать ваши работы Это очень важно За счет того, что мы разбираем работы Мы будем быстрее прокачиваться в каллиграфии и летринге И учебные пособия и материалы Помимо самого видеоматериала, который у нас длится 7 часов У нас большое количество авторских прописей Каких-то дополнительных видео У нас также есть домашние задания С интересной системой, которую мы разработали Для того, чтобы ученики охотно занимались И показывали лучший результат Для того, чтобы реально было что показать И также множество полезной информации И, кстати, за вот эти домашние задания Вы будете получать некий рейтинг И за счет этого рейтинга Вы будете получать какие-то дополнительные ништяки Это очень круто У вас есть три варианта обучения Это вы можете обучаться самостоятельно То есть вы получаете весь необходимый материал И занимаетесь самостоятельно Но вы также можете присылать свои работы На закрытой лайн-трансляции Второе — это обучение с поддержкой преподавателя То есть на протяжении всех трех месяцев Я нахожусь с вами на связи И всегда укажу и подскажу Что, где и как И почему не иначе И есть индивидуальные занятия Мы их будем проводить в скайпе Отдельно с каждым учеником И прокачиваться максимально Реагируя на качество человека Который будет заниматься И стараться внести больше информации Больше какой-то авторских интересных идей Которые у нас есть Накопились за весь опыт А опыт у нас, в принципе, большой И если есть желание Вы можете заниматься индивидуально Скажу сразу Цены здесь указаны без скидки До 9-го числа у нас есть скидочка Вот, во время обучения Мы узнаем о всех инструментах в работе Научимся работать с инструментом BrushPen Сделаем базовые шрифты На основе данного инструмента Научимся работать с инструментом ParallelPen Изучим базовые шрифты На основе данного инструмента Познаем главные правила и ритмику Изучим построение композиции Познаем Самое главное нам познать будет Корпус букв То есть Здесь он написан Как вскроем шрифт И познаем строение букв Это одна из важных вещей В леттеринге За счет чего можно будет делать Офигительно крутые скетчи И вы будете реально Выделяться на фоне остальных Мы также разберем плохие татуировки И расскажем Как не надо И как надо делать И почему Эта татуировка плохая И укажу на все ошибки Мастеров, которые они допускают Мы также научимся создавать Достойный летринг на основе карандаша То есть Все знания, которые у нас придут От BrushPen и пилот ParallPen Мы будем постепенно внедрять В работу с карандашом И я вам расскажу Очень крутые вещи Как можно делать С помощью карандаша Просто офигительные скетчи Мы также научимся делать Флорши и декоративные элементы То есть Эти вот все виндельки красивые Они В некоторых стилистиках Играют очень важную роль И за счет них Шрифт выглядит Не как набранный А реально Как какие-то интересные формы За время Всего обучения Мы изучим Порядка 30 стилистик Это реально много Тут практически все базовые Классические Плюс очень много Авторского материала Авторских шрифтов И поэтому Вы уже будете делать то Что не делают остальные Потому что Такой информации Спокойно в сети Нигде не найдешь Ну и в принципе Вообще не найдешь Также мы разберем Постобработку наших букв То есть Мы будем Изучать работу В фотошопе В иллюстраторе Кому-то возможно Это пригодится Также мы сделаем Полноценную разработку Логотипа Это в качестве бонуса Это не идет Как основное Но информация Поэтому у нас будет В курсе И также Большое количество Очень крутых Полезных тем Разберем Ну и собственно Вебинары Которые у нас будут У нас реально там Много интересного будет Процесс обучения Заключается в том Что Каждый ученик Получает весь Необходимый материал И обучается По пунктам То есть Вот этот Семичневый материал Вы берете Изучаете И каждую неделю Мы собираемся И проводим Закрытые трансляции И разбираем домашние задания Решаем появившиеся вопросы И многое другое Трансляции будут в записи Они будут доступны Только тем ученикам Которые у нас есть Мы сделаем Закрутую группу Куда мы будем Высылать какие-то ништяки Потому что Мы Постоянно дополняем Материал Что-то записываем Что-то добавляем И улучшаем И поэтому Каждый ученик Будет Иметь доступ К нашим обновлениям На протяжении Всего курса Я буду Указывать На ваши ошибки Прямиком На фотографиях Ваших видео И так далее Буду говорить Почему здесь не так Почему здесь надо было Сделать как-то иначе И Как исправить И сделать лучше Давайте Перейдем сразу В следующую графу Потому что Она здесь Дублированная Получилась Плюсы и минус Онлайн обучения Вот Самым главным Плюсом Это Мы его назвали Спокойствие Потому что Имея опыт Большой Офлайн занятий Большинство учеников На следующий день Забывало Очень много материала А тут Вы можете Спокойно Все это Пересмотреть Изучить То есть Вам не нужно Никуда торопиться Добираться Бояться Что вы Что-то забудете Из материала Вы можете В любой момент Все это Пересмотреть И Собственно Я буду Все время С вами На связи И курировать Ваше обучение Если вы думаете Что онлайн Обучение Во много раз Уступает Офлайн занятиям То тут Вы ошибаетесь Мы Очень долго И усердно Прорабатывали Материал Много раз Его перезаписывали На протяжении Многих лет Обновляли Нашу программу И с помощью Нашего материала Обучилось Достаточно Много Человек Очень много Проводили Офлайн курсов Они были По общей Каллиграфии Леттерингу Вообще В принципе Тату Курс Мы делаем Впервые И На него Мы потратили Реально Очень много Времени Наверное На протяжении Года Съемки У нас Велись Наверное Целый Месяц На весь Этот Семичасовой Курс И Также Большим Плюсом Является Значительно Низкая Стоимость Собственно У вас Нет Необходимости Точнее У нас Нет Необходимости Ограничиваться Одним Городом И арендовать Для проведения Курсов Какое-то Место Поэтому Цена Достаточно Низкая Для любого Человека Но в то же Время Это не менее Полезно Чем Офлайн Занятия Какие-то Даже Во много Раз Лучше Я бы Сказал Так Для кого Предназначен Наш Курс Наш Курс Предназначен Для Тату-мастеров Желающих Обучиться Тату-леттерингу Но в нем Также Заложены Все необходимые Базовые Усильные Программы По Каллиграфии Леттерингу Поэтому Она подходит Для всех Кто желает Погрузиться В данную Сферу Творчества Изучение Данного курса Позволит Участнику Перепрыгнуть Просто С нулевого Уровня Максимально Когда вы Первый раз Звели инструмент Да Но уверенно Высокую Планку Мы С вами Разберем Большое Количество Ошибок Мастеров Которые Думают Что они Делают Очень Круто Но на самом Деле Это Не так И Если Ты Сделал Набранный Шрифт И Добавил Какую-то Одну Фигнюльку Это Не круто Собственно Обо мне Меня зовут Сергей Мой Творческий Псевдоним Корок И Мне 24 Года Я Занимаюсь Буквами Более 12 Лет Собственно Здесь Вы Можете Немножко Посмотреть Моих Работ На Последней Каллиграфии Я Занимаюсь На протяжении Последних Четырех Лет Погрузился В творчество В 2006 Году И начинал Я с Граффити Затем Я набирал Скиллы В различных Сферах Творчества И искусства Это был Веб-дизайн Дизайн Иллюстрация Скетчинг Анатомия Рисование Создавал Диджитал арты Фото Диджитал арты И Несколько лет Занимался Фотографией Но В конце Концов Добрался До Леттеринга И Нашел То Что И Нашел То Много Уделяю Время Практике До Сих Пор На протяжении Всего Этого Времени Я работаю Во всех Шрифтовых Направлениях Стилистиках И В принципе Еще Много Чего Интересного Порядка Не знаю Где-то Пачка У меня Уходит Бумаги Пятистолистовые За две Недели И Поэтому Я очень Много Работаю Просто Прямиком В стол И Просто Выкидываю Потом Все Это И Процент Мизерный Просто Который Публикую Наверное Где-то Один Процент И Собственно У нас Был Небольшой Бесплатный Мастер Класс Но Мы Решили Сделать Еще Серию Видео Уроков Которая Сейчас Будет У вас Вот И Вы Сможете Попробовать Позаниматься И Собственно Попади На Первый Поток И Получи Скидку Минус Которая Длится До Девятого Часа Включительно От Этой Сумы Всем Спасибо За Внимание Приступайте Заниматься Всем Привет Еще раз И Сегодня Мы Немножко Поработаем С Инструментом Ширококонечным Буду Я Делать Это На Основе Пилот Провала ПН 6.0 Миллиметров Если У вас 3.8 В принципе Вы можете Взять 3.8 Также Вы можете Взять Любую Синтетическую Кисть Какую Нибудь Плоскую И Собственно Банка Туши Туши Я использую Сонет В данном Случае Мой Фаворит Который Я заправляю В принципе Пилот Из Исходя Из Бюджета И Объема Собственно Первым делом Если мы только Открыли Пилот Провал Пен Нам Нужно Расписать Ручку То есть У нас Бывают Костяки Что у нас Ручка Не пишет Поэтому Вы можете Ее Просто Расстрясти Пока У нас Не начнет Течь Туш И Собственно Поводить Какие-то Линии То же Самое Можете Сделать Кистью Если У вас Ничего Нет Вы В принципе Можете Взять Например Дочечку Либо Взять Палочку От суши Заточить Ее И Делать Ей У меня Есть Немножко Старые Засохшие Туши Я Сейчас Покажу Примерно Как Это Работает Собственно Конечно Грязно Тут Желательно Лучший Инструмент Размером Поменьше Но В принципе Техника Такая Же Если Вы Хотите Просто Попробовать Этого Будет Достаточно Либо Любое Плоское Перо Бюджетное В любом Художественном Магазине Думаю Без Проблем Вы Найдете Так Первым Делом Мы Расписываем Этот Инструмент Хорош Тем Что У нас Туш Поступает Равномерно Распределяется По всему Перу И Заправляется Непосредственно В корпус Ручки То есть Мы можем Заправить Либо В корпус Ручки Либо В картридж Я это Делаю Прямо Напрямую В корпус Ручки Поэтому Я Постоянно Грязный Вот И Эту Ручку Вы можете Писать Как Тонкой Линией То есть Там Штуки Делать Так Толстый Первым делом Вам нужно научиться Делать Какие-то Линии Главное Правило При работе С плоским Инструментом При написании Всех Бук У вас Должен Быть Плавный Переход От Одного Угла Инструмента Потом Полностью И К Другому То есть Вы Приподнимаете Сначала Один Конец Потом Идете Полностью И Другим Углом Заканчивается Собственно Если У нас Идет Линия Сверху Вниз Мы Делаем Это Сначала Верхним Потом Полностью Потом Если Мы Делаем Эту Линию Например Вот Такую Собственно Мы Заканчиваем Той же Частью Которую Мы Начинали Ну И Соответственно Нижняя Часть То же Самое Делается Так же Только Полностью Зеркальное Действие Вот Нам Нужно Привыкнуть К Действию Плавное Переходя От Одного Угла К Другому Собственно Все Буквы У вас Будут Строиться На Таком Принципе Вне Зависимости От Стилистики Практически Вам Нужно Научиться Делать Этот Переход После Того Поделали Вы Можете Поделать Чеким Там Присовать Какие-то Шашечки Почувствовать Таксистами Заборчиками Какими-нибудь Там Например Вот такие Переходы Поделать На самом деле Желательно Вот такие Заборчики Один Человек На курсе Сказал Что Это Батареи Он Их Задел Много И Стараться Прямо Практиковать Побольше Когда мы Делаем Такое Действие Правнее Надо Я Немножко Под углом Сижу Поэтому У меня Немножко Кривые Собственно Тем Самым У нас Мы Можем Контролировать Межбуктное Пространство Сохранять Нашу Динамику Стараться Выравнивать Буквы Потому что Это Очень Важно Вы Также Поначалу Можете Делать Разлиновку Например Мы Делаем Первый Элемент Провели Его Проводим Нижнюю Верхнюю Часть И Собственно От этого От этих Линии Мы Уже Начинаем Как-то Работать Еще Одна Такая Вещь Которая Является Страшным Сном Всех Каллиграфов Это Слово Минимум Потому что Оно Состоит Из Одних И тех Практических Элементов Собственно Вам Нужно Просто Дополнять Его Вы Можете Прям Поэкспериментировать Я Давно Не писал Поэтому Сейчас Он У меня Криньки Страшный Потому что Старался Отказаться От Классических Форм Немного И Перейти Уже Более Менее В Современные Формы Интересные Так Как Классикой Уже Никого Не Удивить Ну И Собственно Мы Продолжаем Минимум Написать Вот Вы Можете Сейчас Поставить Видео На Паузу Написать Максимально Много Потому что Оно Вам Поможет Ну И Тот Ж Заборчик Который Мы Делали Его Прям Тоже Стараться Максимально Побольше Высота И Ширина Букв При Написании Она В принципе Является Каждого Индивидуальный Вкус Кому То Нравится Пошире Кому То Повыше Кому То По Уже Кому То По Вытянутей И Так Далее Вы Можете В процессе Например Вы Делаете Букву Можете Менять Угол Наклона Тем Самым У вас Буква Будет Немного Изменяться По Толщине И Она Уже Будет Более Менее Какая Агрессивная Нежели Если Мы Делали Например Ее Полностью Какую Такую Видите Настроение Сразу Играет И В принципе Вы Можете Экспериментировать С этими Формами Потому Что Это Очень Круто Но Желательно При Написании Стараться Сохранять Одну И Туже Толщину Вот Этих Штрихов Главных Основных Штрихов Поначалу Вы Можете Делать Развиновкой Но В будущем Вам Будет Легче Научиться Делать Без Развиновки Если Вы Делаете Сразу Без Развиновки То Вам Будет Легче Жить В конце Вот Вы Можете Делать Развиновку Либо Пойти По Сложному Харкорному Пути И Делать Без Нее Собственно Делать Буквы Одинаковой Высоты Ширины И Держать Строку Поначалу Вам Будет Очень Сложно Это Не Такая Простая Вещь Каллиграфия Которой Можно Учиться За Пару Дней А За Три Месяца Которым Будем Заниматься Вполне Реально Вы Также Можете Сделать Вот Такое Действие Ту же Самую Батарею Только Переходя От большего К меньшему Там За колючку Вот Оно тоже Развивает Некоторые Участки Некоторые Моменты Которые Нам Необходимы И Вы В принципе Можете Поделать Такую Вещь Допустим У нас Вы Представляете Что у нас Есть Квадрат Делим На Четыре Части И Мы Начинаем Вести От Центра Вниз И То же Самое Отсюда И Такая У нас Получается Некая Буква Вы Можете Постараться Сделать Максимально Кругую Это Тоже Помогает Некоторые Навыки Развить Которые Нам В дальнейшем Необходимо Вот Собственно Главное Что нужно Донести Для нас Это Скелет Буквы Понять Где у нас Должна быть Собственно Какая-то Тонкая Такая Линия Где Нам Ее Нужно Как-то Нагрузить И Собственно Деформировать Нашу Форму Буквы Собственно Далее Мы Идем Уже По Каким-то Таким Нереальным Вещам Так По поводу Давления На ручку И Скорости Написания Если мы Будем Вести Медленно У нас Будет Полностью Прокрашенная Линия Если мы Будем Делать Резкую У нас Будет Такая Гранжевая Небольшая Текстурка В какой-то Мере Это реально Круто Интересно Если вам Это не Нравится Вы В принципе Можете Делать Можете Вырисовывать Каждую Букву Но Запомните Все равно Динамика Важна Когда мы Пишем Динамичнее У нас Получаются Какие-то Экспрессивные Такие Резкие Штуки Интересные И Поэтому В какой-то Мере Это круто Вот Идем Дальше Идем По поводу Того Что Делаем Небольшую Букву С Смотрите Мы делаем Правой Стороной Затем Полностью И заканчиваем Левой Стороной Можем Ввести Тонкую Линию Вверх И Начинаем Опять Правой Полностью Левой И Опять Правой Полностью Левой Здесь Красиво Мы Соединяем Можем Что-то Дополнить В Каллиграфии Вы в принципе Можете Дорисовывать Что-то Когда Никто Не Видит Вы В принципе Дома Спокойно Кайфуйте И Рисуйте Это Разделенный Разделенный На Четыре Части И Собственно Начинаем Вести С верхнего Угла С верхнего Центра Точнее И Здесь Снизу Закручиваем Нам Нужно Стараться Делать Здесь Плавные Переходы Вот В этих Местах Чтобы У нас Не было Резких Скосов Выделать Такой Элемент И Вводите Вверх Точнее Вперед Вот Такой Элемент Делается Очень Просто Мы Делаем Нижней Частью Полностью И Верхней Вы Можете Спокойно Этим Углом Как-то Закручивать И Делать Так же Чтобы Эти Все Штуки Начали Получаться Хорошо Вы Можете Пописать Собственно Мы Делаем Вот Такие Переходики С Одного Угла На Другой И Хаотишные Такие Линии Вы Должны К ручке Привыкнуть Вот Собственно Что мы Можем Сделать Еще Можем Сделать Какой-нибудь Имперсанд Его Зачастую Делают Каким-то Таким Можно Сделать Немного Правнее Конечно Отлично Отлично Смотрите Здесь Мы Делаем Так же Мы Начинаем Правой Стороной Затем Полностью И Заканчиваем Правой То есть Когда мы Ведем Ручку Той Стороной Мы Заканчиваем Затем Начинаем С левой Стороны Полностью И Уводим Вниз С левой Стороной Тем Самом У нас Получается Толонкая Линия Затем Опять Ставим Правую Сторону Полностью И Уводим Вверх Правой Стороной И Опять С левой Полностью С левой У нас Получается Вот Такой Там Персад Повернем Тописок Далее Вы Можете Перейти К Буквам Допустим Вот у нас Идет базовый элемент Он в принципе Строится На основе Таких вот элементов Строится много букв Допустим Вообще У нас есть такая вещь Как низ буквы Я их называю Юбками Не знаю почему Вот Это то Вот эта вот Часть Сам Собственно Нижний штрих Вот этот вот Его можно делать Разным Допустим Сначала Сделаем Букву Например А С каким-то Таким штрихом И затем Например Мы Можем Сделать Его Такой Допустим Вот так То есть мы можем играть с наклоном пера С наклоном инструментом Высотой буквы Можем например эту штуку вывести вверх куда-то Как-то вот так вот соединить И у нас уже будет совершенно другая буква Или мы можем сделать ее Наоборот какой-то волнистой Вот такой Допустим Вот Например Такую И собственно Смотрите Мы будем делать немного нестандартных форм букв Мы будем делать вот такую Которая строится вот на таком штрихе То есть мы начинаем правой стороной Полностью И уводим левой стороной И затем Мы опять начинаем С левой стороны Полностью И левая сторона Вот здесь У нас же должен быть отступ Размером Нашего инструмента Допустим Если мы сделали Раз И два У нас получается Что у нас отступ Ровно 6 миллиметров Здесь вот Стараться это сохранять А толстые линии Всегда должны быть Одинаковой толщиной Ну собственно Тонкие линии тоже Вот Ну и собственно Мы можем делать это В несколько действий Либо В одно Можете делать Более острее какие-то Делать какие-то засечки Вот И давайте перейдем Быстренько пробежимся по буквам Я очень долго не буду рассказывать Так как это тизерное видео Но оно Добавлю Немного света О А то плохо видно Так Давайте Собственно буква У нас Делается элемент От него мы идем Тонкий верх И добавляем Так как у нас буква В принципе аккуратненько Простая буква Отлично Буква Б Штрихи в принципе Одинаковые Главное нам Надо было понять Как делать переходы С одной С одной стороны На другую Я вообще Стараюсь не преподавать Какие-то Максимально Классические формы Потому что В сети полно материала Вот прям Реально много Смысл этому учить Любой человек Может найти это Бесплатно Поэтому я стараюсь Что-то Больше Прокачать материал В современные Какие-то формы Которых Чуть-чуть Меньше Точнее не чуть-чуть Гораздо меньше И поэтому Делаю буквы Немного интересной Потому что Классические формы Редко Хотят кто-то Видеть у себя И Всем нравится Какой-то Более такой Digital Современные Формы Какие-то Интересные И Чтобы было Все прикольно Круто Вот такая Допустим Буква у нас D Давайте сделаем Букву E Я вам еще Приложу Прописи Вы сможете Пошагово Поделать Каждую букву Если вы Что-то Не уловили Ну и По видео Вы всегда Можете Посмотреть Как Что это Происходило Смотрите Букву F И букву P В принципе Вы можете Сделать Вот с Таким Вот Элементом Так Вот В некоторых Моментах Такая форма Реально Крутно Смотрится Все это Зависит От настроения Принцип Слова Вы Например Можете Сделать Таким Хвостом Допустим Как-то Вот так Добавить Еще Депоративные Вещи Флориши Там Добавить Еще Более Татичности Засечки У нас В принципе Учая Такая Четкая Форма Все Это Трансформации Различные И Нагружение Форм Мы Мы Будем Делать На Курсе Очень Много Современных Вещей Будет На Курсе Так А саму Эту Линию Главную Которую мы Ее делаем Путем Того Что Мы Поворачиваем Наш Инструмент В руке И Постепенно У нас Становится Такая В Острую Часть Прям Оп Вот так В процессе Плавно Переводим Ну и Какая У нас Там Еще Буква И Ф Ну и Собственно Вот такая Вот Ф Можно Ну и Собственно Буква У нас Уходит За Строку Можете Добавить Еще Кую Засечку Либо Можете Ее Какую-то Острую Такую Сделать Интересную Либо Как-то Вообще Трансформировать Букву И Сделать Ее Интересней Все Это Мы Будем Проходить На Курсе Реально Материала Очень Много Очень Крутой И Если Бо У меня Он Был В Далеком 2014 Каком Году Я Бо Сейчас Уже Не знаю Делать Нереально Космические Вещи Собственно Пароль Жизни Это Вам Точно Сэкономит Если Вам Интересно Каллиграфию Делать В целом Буква F Буква G Смотрите Раз Вот такой Штрих Можно Водить Вверх Например Можно Добавить И Собственно Буква Y Только Вот Без Этого Элемента У нас Будет Собственно Раз Два Водим Вверх Где У нас Не прокрашивается Мы Можем Проести Линии Еще Раз Допустим Вот такая На курсе У нас Будет Порядка 30 Листик Мы Делать Будем Максимально Разные Вещи И поэтому Вы Можете Изучить Все Что вам Интересно И все Что Необходимо Мне как Мастеру Было Интересно Развивать Какие-то Различные Формы Я Даже Ушел В Тату Хотя Я Сам Не Занимаюсь Татуировкой Но Я Очень Много Сильно Экспериментировал С тату Скетчами Различными В Чикан Леттеринге И Прочими Формами Поэтому Мы будем Делать Какие-то Реально Купые Вещи Там Например Даже Не знаю Давайте Сделаем Какую-нибудь Букву Ф Например Собственно Мы делаем Форму Какую-то Нагружаем Ее Интересно С Какими-то Засечками Крутыми И так Далее Уже У нас Получается Какая-то Собственно Когда мы Знаем Как у нас Строится Буква Мы Будем Знать Где У нас Толстые Тонкие Линии И Все Остальное Добавление Каких-то Зелей И прочих Вещей И В принципе Все это Будет Получаться В крутые Формы Небольшой Автоп Так что Уходим Из этого Так Y Так G И Собственно Буква I J Буква J Видите Да У нас Все Строится В принципе На Основных Штрихах Каких-то Таких Базовых Вот На курсе Я реально Много Информации Вливаю Которая Прям Необходимо Буква 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 L Буква Буква И Буква N Они В принципе Одинаковые Давайте Я Сделаю Сначала N И Вы Поймете Что С Не Так Допустим Мы Можем Сделать Нагружную Такую Вот Эта Вещь Которая Я Делал Толстой Вы Можете Делать В принципе Такой Тоненькой Можете Ее Сделать Цельный Какой То Такой Вот Никак Не Уводя Вверх Либо Можете Вывести Какой Дополнительный Штрич Хвост Тотема Можете Вывести Вниз В зависимости От Вашего Слово И Композиции Очень Важна Какая Какое Вы Делаете Слово Например Если Вы Делаете Какой Дарт То Вы Можете Агрессивно Если Вы Делаете Там Лап То Вы Можете Сделать Немножко Нежнее Ну И Собственно Добавляете Букве М Букве Н Еще Одну Палочку И У вас Получается Буква М Можете Добавить Какой Дополнительный Штрих Немножко Неудобно Писать Потому Что У меня Перед Лицом Находится Штатив С Камерой Вот Я Немножко Не могу Контролировать Все Что Я Пишу М Н Далее О Собственно Как Буква Только Здесь Мы Должны Соединить Вот Так Далее У нас Идет Буква Какая У нас Там Буква Кью Окей Немножко Вылетел Транс Точнее Моя Запись Буква Кью Собственно Делаем Какой Нить Вот Такой Можете Добавить Еще Какой То Элемент Мы Будем Максимально Какие Делать Прикольные Такие Формы Букв Но В то же Это Будет Читабельно Также У нас Будут Современные Формы Какие-то Максимально Нечитабельные Мы Будем Максимально Ломать Форму Если Например Допустим Какая-то Буква Е Она Была Вот Такая Допустим Мы Например Могли Сделать Какой-нибудь Вообще Вот Такой Допустим Вообще Что-то Не Похожее На Букву Буквы Буква Буквы И так Далее Не Только По Каллиграфике Конечно Но Это все Что Необходимо Человеку В наше Время Допустим С у нас Такая Будет С Буква Т Далее Буква У Буквы Здесь Буква Буква Она Делается Вот Так То Мы Делаем Низ Как Букву О Только Смотрите Вы можете Еще Добавить Раз И два У нас Получается Дабл В Собственно Вы можете Как-то Нагрузить И Придать Ей Немножко Форму Также Мы будем Делать Какие-то Динамичные Более-менее Такие Интересные Еще Формы Дорисовывать Какие-то Элементы Собственно В 7 часов Плюс Все Вебинары Это Максимально Много Очень Крутого Материала В Зависимости От Того Сколько Будете Уделять Время Практики Вы Просто Максимально Круто Качнетесь W Сразу Листочек Сам Ню И у Нас Идет Буква Х Нелюбимая Наша Допустим Мы ее Сделаем Какой-нибудь Вот такой Вот такой Вообще В процессе Я ее Делаю Какой-нибудь Максимально Там С непонятными Формами Интересными И Там Допустим Что-нибудь Там С ней Делаю Как у нас Был X Y Мы Делали Или же Y Схайную Тонкую Линию Можем ее Сделать Максимально Тонкой У нас Будет Немножко Такой Вот Элемент И Собственно Z Пусть у нас Будет Какой-нибудь Вот такой И добавим Еще Элемент Либо Мы Можем Сделать Такую Вот В принципе Все Не забывайте Про 20% Скидку Которая Длится До 9 Августа У нас Включительно Записывайтесь На наш Курс Будем Нереально Круто Прокачиваться С вами И Всем Спасибо Что Были С нами До Скорой Встречи Ну Или В принципе Вы Конечно Можете Записываться Подписываться На наш YouTube Канал Мы Тоже Делаем Два Крутые Вещи Которые Вам В будущем Помогут